это канал просто мультиварки сегодня мы будем готовить котлеты в луково-грибном соусе лайки и репосты приветствуются изготовление котлет ну казалось бы что туда нового можно добавить принципе чуть-чуть с ингредиентами поиграть да с режимами тоже но по большому счету получишь одни и те же котлеты но в данном случае мультиварка немножко может возразить дело в том что можно попробовать котлеты соединить самым козырным козырем можно сказать мультиварки режимом тушения именно сегодня такой рецепт мы и будем готовить и так впереди нас ждут продукты потом подготовка сама готовка в конце видео калорийность белки жиры и углеводы и не забывайте если ваша мультиварка несколько мощнее моей желательно уменьшить время приготовления продукты для приготовления нам потребуется 500 грамм котлетного фарша 300 грамм лука 250 грамм грибов соль перчик но тут чисто по вкусу 50 миллилитов растительного масла и водичка вот эту тупу спорно некоторые мультиварки позволяют данный рецепт полностью сделать без воды ну а для некоторых нужно немножечко добавить воды там примерно 100 200 миллилитров все зависимости от вашей мультиварки и так мелко пошинковали лук порезали грибы а из фарша сформировали котлетки на этом наша подготовка заканчивается мы переходим к самой готовке и первым делом мы отправляем половину масла в чашу и котлетки минут примерно так на 10 с каждой стороны по пять минут обжаривать ну естественно не забывайте переворачивать через десять минут достаем наши котлеты полуфабрикаты и продолжаем готовку отправляем туда остатки масла лук весь и грибы все это примерно на 10-15 минут также на режиме жарко через десять минут не надеюсь вы не забывали перемешивать мы делаем ямки в наша луковом и туда будем отправлять котлетки по желанию в принципе можете добавить кипяточка и допустим муки ну кто любит погуще я добавлю чуть-чуть 100 миллилитров кипятка и на режиме тушения 20 минут через 20 минут ну можете минут десять дать им еще постоять котлеткам можно отправлять их как он гарниру в моем случае это будет рис в принципе как подлива тоже имеется отправим одну котлетку понятно и тут же все еще польем лучком ну зелень конечно тоже никуда не забыто по большому счету конечно вы можете и в духовке и на какой-то огромной сковороде данное блюдо приготовить с одной стороны ну просто классический рецепт котлет с другой стороны мы получаем очень интересную подачу очень ароматные котлетки и при этом мы их получаем тушеными прям в нужном нам соусе что остается добавить приятного аппетита а и и Субтитры сделал DimaTorzok